Субтитры подогнал «Симон» В самом начале Библии мы читаем историю о возникновении греха и его последствиях. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей». Сложности в производстве пищи появились давным-давно. Конечно, современное общество продвинулось далеко вперед в достижении своих целей, но проблем-то не становится меньше. Число их растет, болеют люди, болеют и растения, и нам вместе нужно искать выход. На этом занятии мы с вами познакомимся с некоторыми болезнями и коснемся их профилактики. Первая болезнь – это мучнистая роса. Белый мучнистый налет на растениях кабачков говорит о появлении этой болезни. Она поражает огурцы, тыквы, кабачки и другие сельскохозяйственные культуры. Следующая болезнь – бурая пятнистость. Она появляется на листьях томатов. Глядя на этот лист растения сверху, видно светло-желтые пятна. Но обернув лист, мы увидим серое пятно. Это и есть тот грибок, уничтожающий зеленую ткань всего листа. Причинами появления этих болезней являются резкий перепад температур и высокая влажность воздуха. Следующая болезнь – табачная мозаика. Это вирусная болезнь, поражающая все растения. И на этих плодах видно мозаику красного и желтого цветов. Она переносится через контакт с табаком и попадает с семенами. При обнаружении растения с такими плодами удалите его полностью, дабы не допустить заболевания других растений. Вершинная гниль томатов. Плоды загнивают со стороны плодоножки. Эта болезнь может уничтожить весь урожай буквально за несколько дней. Основными причинами ее появления могут быть перепад температуры и недостаточное снабжение калием. Появление сухого пятна на плодах со стороны цветка говорит о начале болезни, вызванной стрессом. К стрессовому состоянию растения могут привести следующие факторы. Это недостаток влаги или недостаток азота, калия, бора и кальция. Расстрескивание плодов помидор вызывается неблагоприятными погодными условиями. И замена этого сорта будет лучшим решением этой проблемы. Назовем некоторые болезни капусты. Болезнь кила повреждает все виды капусты или семейства крестоцветных. Вздутие на корнях приводит к гибели всего растения. Эта болезнь приносится с семенами и сохраняется в почве до 5 лет. В этом случае мы советуем применять севооборот. То есть на этих грядках высаживать любую другую культуру, не относящуюся к этому семейству. К примеру, картофель, свекла или морковь. А сейчас перед вами растения, погибающие из-за избытка влаги в почве. И чтобы спасти их, нужно улучшить дренаж. Для этого прокопайте канавку, чтобы вода вышла за пределы вашего участка. Болезнь этого растения вызвана недостатком молибдена. И листья, лежащие на земле, говорят о разной степени тяжести этого недостатка. Болезни легче предупреждать, чем бороться с ними. Поэтому перечислим некоторые профилактические мероприятия. Первое. Соблюдение севооборота. Если наш участок спланирован и размечен, нам легко будет это сделать. Второе. Осенняя обработка почвы. Это позволит сократить до минимума накопление болезней и вредителей. Третье. Отсутствие сорняков на вашем участке. Ведь сорняки являются базой для размножения многих болезней и вредителей. И четвертое. Подкормка растений обеспечит быстрый рост и устойчивость растений к болезням. При работе в закрытом грунте нужна хорошая вентиляция и освещенность. Температура 20-25 градусов. Подрезка нижних листьев, что дает больше света плодам. Удаление пораженных листьев или растений полностью. При повторном использовании шнуров для подвязки растений рекомендуется их окунуть в раствор химического препарата. Следуя инструкции, разведите фундазол в нужной пропорции и продезинфицируйте ящики для рассады в этом растворе. Все это поможет предотвратить появление многих болезней. Когда наступают похолодания, то есть примерно с середины августа, каждые 10 дней, не более трех раз, рекомендуется проводить опрыскивание. Если вы будете применять все эти меры, вам гарантирован хороший, добрый урожай. Предлагаем всем желающим пройти обучение методу Митлайдера в учебном центре Митлайдер Агра в поселке Заокске Тульской области. 301-300, Тульская область, поселок Заокский, улица Руднева, 43А, телефон 087-34-22-588, учебный центр Митлайдер Агра. Сегодня, как и прежде, мы продолжаем отвечать на ваши многочисленные вопросы. И вот некоторые наиболее интересные. Как бороться с фитофторой? Фитофтора – это болезнь, с которой очень часто мы сталкиваемся, которая причиняет нам много беспокойства. Болезнь, поражающая картофель и помидоры. Для борьбы с ними нужно сказать, что мы должны быть предусмотрительными. И первое. Когда весной мы планируем свой участок, мы должны знать, что лучше всего будет, если томаты и картофель мы высадим как можно дальше друг от друга на своем участке. Потому что при первом появлении на одной культуре она перебрасывается на другую. Другое – это если на вашем участке есть куча мусора, отходы растительные, то это как раз рассадник появления подобных болезней. Их отсутствие – это наилучшая профилактика любых болезней. И, кроме того, рекомендуется летом, когда наступает перепад температуры – это где-то вторая половина или первая половина августа, ночи холодные, выпадают росы – то это вот то время, когда начинается их появление. То как раз здесь нужно заранее провести одну-две профилактические обработки. Это мы делаем через 10 дней. Используя такие препараты, как бордоская смесь, для многих из вас известная. Есть препарат фундазол или ридамил. Любой из них подойдет для того, чтобы провести эту обработку, которая предупредит и сохранит нашу культуру вот от этой болезни. Сосед подачи посоветовал, чтобы помидоры не болели фитофторой. Перед высадкой в каждую лунку положьте кусочек меди. И это сохранит ваше растение и предохранит от появления болезней. Интересный совет. Ну, сосед, наверное, этот попробовал, раз он вам советует это. Мы, честно говоря, это не пробовали. Поэтому мне говорить сложно, насколько это эффективно. Вы можете попробовать. Но мы чаще всего используем химические препараты, потому что объем выращивания у нас большой. И чаще всего нам не удается проверять подобные эксперименты или советы. Почему на кабачках только что сформировавшиеся плоды загнивают? Очень часто дачники говорят о том, что плодов много, а как только начинает их развитие, они один за другим, смотришь, погибают. Это яркий признак недостатка кальция и бора. И нужно еще раз подметить, что свыше 80% всех болезней растений связаны с недостатком. И мы на прошлой лекции говорили о том, что питание растений – это главный фактор. Если чего-то не хватает, растения начинают заболевать. И вот это один из характерных ее симптомов. Какой температуры должна быть воды для полива? Говорят, что при поливе холодной водой растений, рассаду возьмем, на них появляется черная ножка. Черная ножка – это появление черноты на стеблях, буквально на уровне почвы. И растения падают на ваших глазах, погибают один за другим. Проблема, одна из самых серьезных, которую мы должны знать. То есть, что причина ее появления возбудителей находится в почве. И температура воды не является главной причиной ее появления. Поэтому, конечно, тут можно использовать и химические препараты, скажем, полить растения. Но важное значение будет иметь эта почва и температурный режим, который поможет вам предотвратить появление этой болезни. И еще один вопросик. Почему гниет на зиму высушенный лук? Лук – это теплолюбивая культура, и, как правило, ее выращивают на Украине или в Казахстане, потому что она во время созревания требует жаркой температуры, высокой температуры. Если же влажная погода, то попадают туда грибки, и, конечно, она хранится плохо. Но все-таки она свежая, ее можно вырастить практически в любом регионе. Это свежие витамины на вашем столе, лучшая награда за ваш труд. И прощаясь сегодня, я пожелаю вам успехов, научиться лечить ваши растения. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу». Субтитры создавал DimaTorzok